Здравствуйте все! Сегодня я буду делать пирог с картошкой. Итак, начнем. Здесь у меня продукты. Дрожжи, яйцо, мука, рапсовое масло, вода, молоко, соль, сахар и сливочное масло. Это все, что нам нужно для теста. Потом я покажу, как я буду делать начинку. Сначала мы будем разводить дрожжи. Я подогрею молоко и воду в микроволновке до температуры примерно 42 градуса, как написано на дрожжах. Итак, мы подогрели воду и молоко и теперь будем смешивать их с дрожжами. Итак, в этом рецепте на самом деле можно использовать только воду, как вы хотите. Но я использую молоко и воду, потому что хочу, чтобы тесто было помягче. Итак, выливаем и смешиваем с дрожжами. На самом деле, в этом рецепте нужно использовать натуральные дрожжи, но я их не приобрела и решила сделать сухими. Итак, мы развели дрожжи в нашем молоке и воде. И теперь нам нужно подождать, пока у нас появится шапочка. Я люблю ставить в это время дрожжи куда-нибудь в микроволновку или, например, в духовой шкаф. То есть, духовой шкаф, конечно, не включенный в это время. То есть, туда, где нет просто сквозняка. И подождем, пока они начнут работать, дрожжи. Потому что вдруг дрожжи не рабочие, и тогда нам нет смысла продолжать дальше делать ничего. То есть, подождем, пока появится шапочка. Итак, пока мы ждем наши дрожжи, нам желательно развести яйцо, сахар и соль вместе. Или перемешать, точнее, их все. Итак, делаем. Нам в этот рецепт желательно брать полстакана сахара я беру. Потому что, ну, я люблю послаще, когда тесто на пирог идет. Ну, у меня пирог с картошкой. Тем не менее, я все-таки люблю, чтобы тесто было немножко послаще. Так, немножко соль. Значит, у меня высыпалось. Чуть-чуть еще добавим. Вот так. Ну, не надо, конечно, чтобы это прямо было взбито. То есть, вот так достаточно. Итак, мы будем добавлять дальше сахар и соль с яйцом. Сюда. Дрожжи, как бы, ну, это немножко другие дрожжи. То есть, отсюда не получилось шапочки, как обычно. Но, как бы, скорее всего, это потому, что, ну, дрожжи любят еще сахар. Поэтому, сейчас, я думаю, скоро, по крайней мере, реакция произошла. То есть, вода с молоком нагрелась. То есть, значит, дрожжи у нас рабочие. Вот. Ну, сейчас, я думаю, появится и шапочка скоро. Так. Ну, вот смотрите. Вот, оно сразу, как бы, дает реакцию еще лучше, когда сахар появился. Вот они сразу воодушевились, наши дрожжи. Вот. Так. Ну, и сейчас потихоньку будем добавлять муку. То есть, нам где-то примерно надо полкило. То есть, я буду подмешивать потихоньку. Вот. И потом, как бы, уже в конце буду добавлять сливочное масло. И потом уже, как бы, для подмешивания растительное, соответственно, чтобы обминать и все такое. То есть, ну, вот так это примерно происходит. Ну, и дальше. Хорошо добавить масло сюда. То есть, сдобу. Вот. Значит. Ну, вот такой кусочек масла. Я его сейчас подогрею в микроволновке. До такого, как бы, ну, не совсем, чтобы жидкое было. И в то же время, ну, чтобы, ну, просто разминалось. И так, продолжим. Ну, вот, примерно что-то такое я обычно добавляю. То есть, вот. Добавим. Добавим. Рапсовое масло. Будем его немножко добавлять. Чтобы. Наше тесто. Наше тесто. Начало откипать. Вот, смотрите, уже оно становится таким податливым. Добавляем. Сейчас еще скоро добавим чуть-чуть муки. Сейчас еще немножечко. Маслица. Так. Так. Ну, не знаю, надо ли муки еще. Вот, смотрите, тесто становится таким красивым. Все. Можем подобрать. Ну, вот это вот оставшуюся муку еще со сторон. Как говорится, по сусекам подмести. Так. То есть, и так, еще чуть-чуть масла. Все-таки, я думаю, надо побольше чуть-чуть. Так. Сильно много тоже не надо. Потому что, потому что, тогда тоже это будет немного тяжеловато для теста. Ну, вот, вы сами видите, что сейчас уже получилось. Так. Я люблю еще помять немножко вот непосредственно здесь. Тесто очень любит всегда тепло рук. Так. И что нам нужно будет склеивать. То есть, вот сейчас оно такое податливое и хорошее. И я поставлю его в духовку, чтобы оно там подходило. Не знаю, сколько у меня займет это времени. Но, вот такое оно. У нас хорошее получилось. Ну, подождем. Ну, вот, я поставила тесто в духовку. То есть, здесь видно, что оно у меня отключено. И просто горит свет. Подождем, когда тесто поднимется. Здесь нет сквозняка. И, скорее всего, если захотите, например, оно можно подогреть сначала духовочку до 50 градусов. И потом уже поставить тесто туда. Отключив все-таки духовку. Тогда тоже будет иметь эффект. Так, ну, тесто немножко у меня подошло. И я хочу его сейчас обмять. И потом еще второй раз подожду, пока оно поднимется. То есть, вот оно такое вообще суперское. Вот. То есть, даже нам не надо больше муки. Дома будет вкусно пахнуть, вкусной едой. И мама дома. Вот. Итак, у нас прошел еще один час. Тесто стало уже совершенно другим. То есть, оно поднялось еще больше. Или вытаскиваем его. И будем делать пирог. У меня совсем немного теста, потому что у меня небольшая семья. То есть, если вы хотите сделать на большую ораву, то тесто может понадобиться немножко побольше. Ну, у меня чуть-чуть. Итак, берем. Вот. Такое оно у меня. Красивое. Красивое. Красивое.